30 сентября 1941 года 1941 года в Брянске нацистами был организован концлагерь для военнопленных «ДУЛАК-142». «ДУЛАК-142» — сокращение от немецкого «Дюрхангслагерь». Пересылочный и концентрационный лагерь был организован на месте бронетанковой ремонтной базы номер 6, где имелся удобный выход к железной дороге. Изначально он был, по сути, перевалочным пунктом для пленных бойцов Красной Армии, но уже с 1942 года туда стали сгонять и мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и деревень. С марта 1942 года мирные граждане стали пребывать в лагерь большими партиями. Здесь оказывались целые семьи. Когда же бараки заполнялись, нацисты начинали вербовку для угонов. Всех людей выгоняли из бараков, отбирали самых молодых и здоровых и гнали их на близлежащую станцию, откуда после целыми эшелонами угоняли в Германию. С осени 1941 года до конца лета 1943 года через концлагерь прошли до 80 тысяч человек. Вместо газовых камер в лагере создавались нечеловеческие условия существования, которые приводили к мучительной смерти. Люди находились в помещениях кое-как переоборудованных складов, в каждом по 1200-1500 человек. Грязь, болезни, холод, побой и издевательства. Но самое страшное — голод. В бараках царила грязь, сырость, холод. От такого режима первыми жертвами оказались дети, дети дошкольного возраста, а затем более взрослые, особенно старики. Таким образом, ежедневно на телегах вывозили не менее 100-150 трупов на свалку, военно-пленных и гражданского населения. Вместе с живыми людьми лежали по нескольку дней трупы, ввиду того, что не успевали их вывозить. От голода, грязи, холода вспыхнула эпидемия инфекционных болезней, как тиф, дизентерия, чесотка, заболевания желудка, от которых умирало не менее 80% из заболевших, так как ни медикаментов, ни питания для больных немцы не выделяли. Из показаний свидетелей, которым удалось пережить ужас немецкого плена и каторги. Акт комиссии по городу Брянску от 28 сентября 1945 года. Охрану лагеря обеспечивали не только нацисты, но и охранный отряд 615-го украинского карательного батальона, который входил в карательный полк Десна. Изверги придумывали себе забавы. Около двух недель они могли не кормить пленных абсолютно ничем. А после офицер на нагруженной гнилым мясом телеги объезжал лагерь и бросал куски мяса. Голодная толпа узников набрасывалась на эти куски, выпачканные в грязи. В это время сопровождавшие телегу офицеры и солдаты открывали огонь из пулемета, автоматов и пистолетов по голодной толпе и убивали ни в чем не победных людей. Ежедневно более 250 человек умирали из-за голода и болезней. В августе 1943 года началась Брянская наступательная операция. 17 сентября войска 11-й гвардейской армии при поддержке партизанских соединений форсировали Десну и после упорных боев освободили города Брянск и Бежица. Комиссия по расследованию злодеяний и нанесенных материальных ущербов немецко-фашистскими оккупантами городу Брянску приступила к работе уже на следующий день после освобождения города. Преступлением нацистов в ДУЛАГ-142 посвящен целый раздел в обвинительном заключении на Брянском процессе, который состоялся в 1945 году. На скамье подсудимых оказались четверо карателей, непосредственно руководивших операциями на территориях Орловской, Брянской и Бобруйской областей. Фридрих Густав Бернгард, генерал-лейтенант германской армии, командующий тыловым округом 2-й танковой, а после 9-й пехотной армии. Адольф Гамман, генерал-майор германской армии, военный комендант городов Орла, Брянска, Бобруйска. Ефрейтор Мартин Лемблер и обер-ефрейтор Карл Штайн. Бернгард, Гамман и Лемблер были приговорены к смертной казни через повешение. Штайн к 20 годам каторжных работ. За два года существования лагеря через него прошли до 80 тысяч человек, из них погибли от голода и болезни и было убито около 40 тысяч. ДУЛАК-142 – единственный на территории Российской Федерации сохранившийся комплекс немецкого концлагеря. Лагерные бараки, конюшни, карцер, лазарет – все эти сооружения остались почти нетронутыми. Отношение нацистов к мирному населению и пленным измеряется десятками тысяч жертв только в лагере ДУЛАК-142. Создание нечеловеческих условий для населения было одним из самых страшных и мучительных способов реализации их планов. И это мы обязаны помнить всегда. Субтитры создавал DimaTorzok